Как мы все хорошо помним, прошлое 17 октября премьер-министр Армении провел в Страсбурге. Пашиняна пригласили выступить в Европарламенте с презентацией принципиально нового вектора движения Армении, обозначенного как «Курс на Запад». Армянскому премьеру предстояло объявить во всеуслышание о практической готовности Еревана к деградации связей с Россией и переходу в противоположный лагерь. Пашинян выполнил эту директиву с большим энтузиазмом, отчетливо дав понять ее авторам, что смена геополитической ориентации Армении необратима, и столь же прозрачно намекнув, что ожидает в связи с этим определенных барышей, в том числе в контексте проблематики взаимоотношений с Азербайджаном. Радушный прием, оказанный в Страсбурге лидеру страны еще месяц назад, незаконно державший свои войска на суверенной территории соседнего государства, говорил о многом. И прежде всего, конечно же, о том, что территориальные амбиции Армении в отношении Азербайджана всегда имели в Европе как минимум политическую поддержку. Пашиняна в Европарламенте чествовали едва ли не как героя, при том, что несколькими неделями ранее армянская военщина потерпела очередное оглушительное фиаско. Это убогое шоу сборища отпетых азербайджанофобов было призвано продемонстрировать неизменность их предпочтений даже на фоне краха карабахской авантюры Армении. Вероятно, предполагалось, что Баку воспримет акцентированно проармянский фарс в стенах европейской конторы как крайне тревожный сигнал. Основанием для тревоги, видимо, должна была служить поддержка столь недвусмысленно выраженной Армении. Однако сборище просчиталось, самонадеянно рассчитывая на такой эффект. Азербайджан давно выработал иммунитет к подобным спектаклям и воспринимает их не иначе, как побочные шумовые помехи. Кроме того, западное покровительство Армении вовсе не было для Баку откровением. В период оккупации азербайджанских территорий это покровительство носило преимущественно закулисный характер. Теперь, когда Азербайджан восстановил справедливость вопреки чинимым извне припоном, опекуны Армении вынуждены сбросить маски. Вот, по большому счету, и вся разница. Дальнейшее развитие событий лишь подтвердило полную профнепригодность коллективного Запада в амплуа медиатора в армяно-азербайджанском урегулировании. Стартовавший с обнадеживающих результатов брюссельский процесс зашел в тупик. По причине, принимавший все более ангажированный характер тактики Евросоюза. Вновь были предприняты кулуарные попытки оказать давление на Азербайджан с целью продвижения армянских нарративов за переговорным столом. Ровно в той же манере действовал и Вашингтон, подвязавшийся на Ниве посредничество в нормализации армяно-азербайджанских отношений. В итоге Баку абсолютно рационально отказался от участия в проармянских прожектах, четко дав понять, что возвращения к довоенной версии переговоров не будет. Время убедительно показало, что прошлогодний бенефис Пашиняна в Европарламенте не обеспечил Армении никакого преимущества в диалоге с Азербайджаном. Напротив, впоследствии Ереван оказался один на один с неотвратимостью выполнения ряда принципиальных условий Баку. Пашинян явно переоценил обещанное ему взамен разрыва связей с Россией заступничество. Развернутая Западом грязная пропагандистская кампания против Азербайджана варится в собственном соку, не принося Армении сколько-либо осязаемых политических дивидендов. И даже затеянное кураторами Пашиняна старательное фарширование Армении оружием и финансами не склоняет чашу весов в ее пользу. То есть на те условные 30 сребреников, за которые армяне прилюдно предали опекавшую их столетиями Россию, им так и не удалось приобрести ни малейшей уверенности в завтрашнем дне. Едва ли Пашинян способен отреагировать на этот провал, подобно библейскому Иуде, но по меньшей мере ему следовало бы извлечь из него хотя бы какие-то выводы, главный из которых должен конвертироваться в осознание абсолютной бесперспективности и излюбленной роли пешки в чужих партиях. Прыгнуть выше этого бесславного амплуа Армении не удастся ни при каких обстоятельствах, поскольку этого никогда не позволят сделать правила игры. Еревану не светит ни членство в Евросоюзе, ни дистанционное присоединение к США в качестве нового штата. Не понимать этого можно только в состоянии катастрофически искаженного мироощущения. Приходится констатировать, что Армения по сей день пребывает именно в таком состоянии, лишая себя возможности трезво осмыслить реалии. В октябре 2023-го Пашинян с трибуны Европарламента заявлял о готовности заключить мирный договор с Азербайджаном до конца года. В октябре 2024-го он твердит ровно то же самое. Однако ни тогда, ни сегодня не было и нет ощущения, что Пашинян говорит то, что думает сам, а не пользуется лицемерными шпаргалками, подкинутыми его ушлыми консультантами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова